Приветствую вас на канале PlayHard, меня зовут Сергей, мы с вами продолжаем проходить Dead Space. Ну что, мои любители космических хоррорёв, что нас ждёт в этой серии? Открой. Реально, самое страшное в Dead Space это действительно его камера, которая просто-напросто неудобно для быстрых разворотов. Если сзади кто-то где-то как-то громко гаркнет, то пока ты развернёшься, он до тебя уже 150 раз дойдёт. А, кстати, я же хотел сделать музыку потише точно. Не музычку, точнее, а вообще звук. Заодно я субтитры включил. Так, на всякий случай, вдруг чё-нибудь услышим? Грузовой лид. Давай, поехали. Выдержишь нашего сутулого Айзека? Ну, как иначе-то? Задание неактивно. Если бы я встретил хоть один хоррор, где ключ лежит рядом с дверью, я бы так сильно удивился. О, привет! Так ты слышишь, я ж тебе в голову попал! Хмырь! Тихо, тихо, тихо! Ай, перезарядка! Не ори! Всё на этом? Вроде всё. Так, а здесь же как-то... Перезарядка, это, конечно, хорошо. Чё это был за звук? Кто-то где-то ещё орёт. Пойдём, сходим сначала сюда, потом пойдём направо вниз. Нет, никто. Там бочки катаются? Да. А чё ты катаешься? Тебя же никто не трогал. Во! Вот и ключ! Ключ от склада требуется другой ключ от склада. Понятно. Чтобы достать ключ, тебе нужен ключ. Ну-ка. Проганает, нет? Кто-то где-то... А, вон ты где! Иди сюда, не топай! Разорался он там. Да не надо, давай бегать. Кредиты. Хорошо. Не. Халявы не будет. Хотя, может, её надо было под окном взорвать. Ну, ладно, пойдём. Если не найду другого способа туда попасть, то тогда буду пытаться даже взрывать эти бочки. Где ты? Херня ты мерзопакостная. Вон там впереди ещё один идёт. Вниз какой-то проход. Тихо, 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 тихо! Не надо так бегать-то резко! Я даже камерой так быстро вертеть не могу, как ты бегаешь. Во, труп человека. Вроде ещё не обезображенный. А у него нет ни хрена. А лифт к платформе крана. А мне куда вообще? А, мне сюда и надо. Хорошо. Вези меня. Я думал, вниз поедем. Всё выше и выше. Наверное, на... Да, на дозвучках они тут уже постарались. Наверное, надо было сначала тогда сходить вниз. А потом уже идти наверх. Откуда эти звуки? Кто-то где-то чё-то кряхтит, пердит, рыгает. Ну-ка, это чё? Клазменная энергия. Тоже хорошо. Ёб твоё налево! Сука! Пошёл! Бляха! Вот ты не топырь, а! Ух! Спокойно! Вот ты паскуда! Погоди, а как я поменял это? Ааа, на пробел! Вот оно как меняется! Бляха! С перепугу поменял, даже не понял, как я это сделал. Это хорошо. Оставлю, пожалуй, вот так, чтобы ноги им отпиливать. Да, ты не страшный. Просто потому, что ты не перед самым носом выскочил. Надо было чуть-чуть подождать, когда я нагнусь за этим ключом. Вот он, ключ, кстати, инженерного отсека. Клазменная энергия, записка и мёртвый мужик. Живой? Не живой. Ну и пойдём отсюда. А это чё? База данных. Отчёт о ремонте Ишимура. Отдел техобслуживания космической техники. Отчёт о ремонтных работах сломан носовой. Вышел из строя очень много страшных терминов. Уграждены носовые передние обзорные блистеры. Борт. Очень много букв. Хорошо. Я же… Я же Айзек, я инженер. Я сразу всё понял. Даже не досчитывая. Клазменная энергия. Едем вниз! Ключ у нас есть! Пойдём откроем эту дверь. Сохранилочку бы мне. А то давника не было. Эй! Видишь, собака что придумал. Там наверху нет сохранялки? Нет, там только двери. А, так это путь вниз, это как раз и есть та дорога, куда я хотел сначала пройти, да? Да, точно. Пойдем, вскроем там ящик. Возьмем заряжалку. Ага. Ага, зачет. Рюкзак полон. Могли бы не это посильнее сделать. Так, офис причала. В таких комнатах вечно что-нибудь происходит. Инфопанель. Задание выполнено. Замечательно. Ага. Включите новые точки, чтобы улучшить их и оружие. Ага, давай. Верстак. Ремонт наноцепи V4.1. Прошивка что-то там. Дай мышку-то. А, мышки не будет, я здесь только так буду управлять. Ну ладно. Х это наша хп-шка. Стазис, модуль, энергия, время. Там у меня за спиной кто-то уже рыгает, да? А, воздух, здоровье. Увеличивает объем кислорода на 20 секунд. Погоди, объем кислорода это что, это мой шифт что-ли? Ну давай сделаем. Ладно. Всего один узел и был. Низкий заряд узла, отмена операции. Ну, так, значит так. Бляха-муха. А мне много этих узлов-то надо набрать. Да. Ну давай, будем искать. Ага, здесь мы все сделали. Ну-ка, что лежит? Средняя аптечка, рюкзак полон. Конечно. А это? Силовой узел. Зачет. Еще один. Давай сразу улучшимся. Давай, наверное, наш плазменный резак покруче сделаем. Урон. Объем. Подходящий узел не обнаружен, невозможно. Ага, ну. Да, здесь у меня есть две стартовые точки. Урон и объем. Ну давай это сделаем. Замечательно. Окей, потопали. Отлично, Эзик. Теперь тащи эту панель в транспортный контроль и подключи ее в стойку компьютера. Это переносит всю систему. Да слышь! Да ты сдохнешь, нет? Да, конечно. Давай перезарядимся. Еще 50. Да попадишь ты в него. Какая тут неудобная прицель, Волга. Я даже прослушал, что мне эта тетка говорила, но... У меня же есть волшебный контроль. На который я могу посмотреть, куда мне идти, и все будет в порядке. Это тебе не какой-то там синдром, в котором ты 3 часа бегаешь по одному коридору, а то, что тебе надо, находится на другой палубе. До сих пор отойти не могу, реально, до сих пор бомбит. От этого синдрома. Так, мужик, у тебя ноги какие-то нездоровые. Ты вскать, что это... Да, 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 да. Так и думал. После такой игры кто угодно перестанет в играх трупам доверять. Не только я. Simply pick up the closest security phone, and the Ishimura security team will be there for you. Ага. Конечно. Придет за вами команда безопасности Ishimura. Как же. Так, мне сюда, да? Да, мне сюда, пойдем. Мне бы сохранялочку, по-хорошему. А ее нету и нету. И две двери у лифта, все как я ненавижу. Символы какие-то на дверях. Да, слышь! Дай мне символы посмотреть. Прозорался он. Больше всех нас, что ли? Мы такие символы уже видели. Ну и ладно, пойдем. Тысяча кредитов. А на кой храме кредиты нужны? Что-то я пока не видел им применения. Отлично. Отлично. Вроде нет никого. А в этих ящиках лежит что-нибудь? А, их нельзя открыть. Ладно. Мне сюда? Мне сюда. Тогда я сначала посмотрю, что здесь. Ага. Там какой-то длинный коридор. А то я думал, что мало ли будет какая-нибудь комната с припасами или типа того. А, так это ж тут коридор. Да, 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 да. А чё с тамни-то закрылись? Были же открыты. Инфопанель отсутствует. Так поставь инфопанель. Она же у нас есть. Эй! Нет, при! Погоди мне, куда? А, мне туда. Пойдем. Вот. Так и чего они поехали, даже спасибо не скажу. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик. Встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться. Это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэнилс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Так а чё сами-то не можете? Тем более вас двое, я один. Прекрасно совсем справляюсь. И там говорит, мы с этим не справимся. Иди, говорит, обратно на Киллиан, подготовь его к вылету. Ты правда, мужик, думаешь, что всё будет так просто? Чё это было? Аудиосообщение. Говори, Бенсон. Всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Осторожно! Назад! Назад! А-а-а-а-а! Ну окей. Принял к сведению. Ох, какой ты... Нехорошая затишья! Кто здесь шумит? Можно я сюда не пойду? Нахрен, нахрен, нахрен. В таком месте лучше ускориться. Давай. Вообще, этот эффект выглядит так, как будто у меня видеокарта накрылась. Такие же чёрные полосы. Куда пошёл ты? Вернись! Мне точно сюда. Мне точно сюда. Пойдём. Посадочному терминалу. Хорошо. Эй! У меня правда, что бедяха накрылась? Или это просто эффект такой? Не, это просто эффект такой. Реально думал, всё, хана. Закрыто. Ну, нет так нет. Куда пошёл-то нетопырь? Стой! Да стой! Ах ты, сука, скриптовая. Тебя ещё и не убить. Воу! Ты слышь! Сука, там сзади ещё один. Ты смотри, какие умные дерьмо-демоны. Они попытались заманить меня в засаду. Кредиты. Ещё кредиты. Богатые монстры-то. Не, у меня реально, походу, дело накрыло светяха. Либо это просто такой глюк отображения света в игре. Сейчас дойду до скринялки, попробую перезагрузиться, потому что мне это не нравится. Удачи! Только здесь, по-моему... А, нет, здесь на стене где-то висит сохранялка, прямо рядом. Вот, да, вот она. Допустим, я перезашёл. И всё стало хорошо. Это хорошо, что хорошо. Дай мне сюда лут. Плазменная энергия. Корабль у нас за этой дверью, если я правильно помню. Вы куда поехали-то, ящики? Корабль накрынился, что ли? О, а здесь что лежит? Ещё бабло. Я кого-то видел. Ага. Сюда нельзя. Блин, ну оно же мне сейчас на спину прыгнет. Дверь. Вот! Давай, слизай! Конечно. Когда ещё перезаряжаться, если не сейчас? Всё? Угомонился? Как я там менял это расположение? Погоди, как я его менял? Вот так, на пробел. Никого больше сверху? Вроде никого. Плазменная энергия. Так а на кой хрен готовить килион к вылету, если он никуда явно уже не полетит, судя по своему внешнему виду? Я отказываюсь летать на этом ведре. Оно же развалится на старте. Никто не пришёл. Безбилетники есть? Загрузить? Ну загрузи. Загрузить отчёта повреждений. Ну давай, давай. О! Да ну нет! Да ну слышь! Я же говорю, вот эта херня никуда не полетит. Если только вниз. Вот вниз она прекрасно полетит, а вверх уже всё, нет. Отлетал. Огонь, Айзек! Дерись как в последний раз. Тревога. Повреждение секции главного ангара. Аварийные службы проинформированы. Никого сзади. Никого. Следующий! Да ты попадёшь, может? Вот, вот так вот. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. А я вам ещё в первой серии говорю, что мы здесь надолго. Это всё меняет! Дай мне подумать. Ты умеешь думать? Молодец. Можешь зайти в командный компьютер. Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус. Находится в медлаборатории. Угадайте, кто пойдёт за капитаном? Мёд. Что? Как? Как все остальные. Дурак всё всё. У меня нет доступа к этой информации. А сюда нельзя, да? Найдём капитана, найдём его Икс с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером всё, что угодно. Чёрт. Айзек, я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы. И постарайся поскорее найти этот проклятый Икс. Что это? Боже. Это, ребята, за вами. Вот что это. Блин, такие немощные. Я с них тащусь. Айзек, это вообще инженер. Не спецназа есть там какой-нибудь. А куда все трупы ползут? Вещи, трупы, всё туда ползёт. Реально такое ощущение, что в корабле как накренившийся. И все вещи постепенно сползают. Айзек же инженером. И тем не менее он ходит и валит толпы этих инопланетян. А там серьёзный негр, который говорит, спокоха, ребзя, я всё сделаю. И выскакивает один моп, а они от него убегают. Ну... Ага, всё хорошо. Я отказываюсь ходить по темноте. Туда? Пойдём. Корабль тоже. Корабль вообще неадекватный. Он стоял-стоял, стоял-стоял. Чё, он раньше не мог бомбануть? Ой, как резко всё провернулось. Реально, вот почему он раньше не мог бомбануть? Нет, надо было дождаться, пока придёт Айзек, на корпус залезет какая-то херня, и всё взорвалось. Может, конечно, эта херня на что-то повредила, и поэтому всё бомбануло. А мне сюда? Да, мне сюда. Давай сначала эту дверь тогда проверим. Да, мне, кстати, вконтакте задали такой... Ох, ты ж... Сортиру. В сортире, в хоррорах всегда чё-то происходит. Мне задали такой вопрос, типа, на кой хрен я делаю склейки видео на местах сохранил? А ответ очень прост. Очень часто в играх во время всяких сохранений, при записи... Воу-воу-воу, а чё за лаги-то? Просто рухнуло до 6 фпс. Во время сохранений происходит проседание по фпс, и далее идёт на видео непосредственно рассинхрон звука. Поэтому, чтобы такие моменты исключить, я их просто исключаю из записи, и склеиваю видео из нескольких частей. И тогда никакого рассинхрона, ничего. Всё идеально, всё нормально, всё прекрасно. Куда едем? Судя по всему, вниз. Поехали. Долго ехать-то? Хоть бы музычку какую-нибудь внутри лифта прикрутили. Расслабляющую или чё-нибудь весёленькое. Магазин. Покупайте новое оружие в магазине. Часть вещей вы можете хранить в сейфе. Я обожаю этот космический навигатор. Давай пороемся в магазине. Сколько-то у нас там бабла уже набрано. Магазин. Лазерная винтовка. Импульсная. У меня 24 косаря. Защитный костюм второго уровня. Силовой узел, который мне пригодится для улучшений. Так, скорострейная штурмовая винтовка военного образца. Широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Я даже не знаю, что купить-то. Ну. Лазерная винтовка стоит дороже. Самая простая луинка это сделать вывод, что она и действует эффективнее. Давай-ка мы её купим. Давай. Во-первых. Во-вторых, защитный костюм уровень 2. Если он здесь продаётся, то наверняка он мне скоро понадобится. Так погоди, а эти улучшения, которые я делал за счёт силового узла на костюм, они на силовую костюму уровень 2 тоже распространяются или только на первой? Ну, я думаю, когда мы дойдём до очередного верстака с улучшениями, тогда всё сразу станет понятно. Распространяется оно или нет. Во! Какие наплечники появились. Обрастаем бронёй потихоньку. Да вылезай, Айзек, вылезай. Ну, что это там рассматривать? У меня осталось 5300. Плазменная энергия, стоясная батарея. Я всё это ничего не хочу. Рюкзак. Сейф. Может, аптечек туда сгрузить? Я не хочу продать. Погоди. А хотя, почему я не хочу продать-то? У меня столько до хрена всего. А я этим не пользуюсь. Лазерная винтовка. Плазменный резак. Нет, нифига, короче. Ладно, пойдём отсюда. Так. Как мне выбрать мою новую пушку? Переключение оружия. 1, 2, 3, 4. Стоило только спросить. Реально, я тебе говорю, это навигатор. Ему ты вопрос задаёшь. Это как, окей, гугл, как мне выбрать другую пушку? Да, я ему тебе говорю, чтобы выбрать другую пушку, нажмите 2. О! Во! Серьёзный пушкарик. Сейчас мы его затестим. Скрытая реклама. Принесите нам солнце. Написано на плакате. А вот, кстати, вагонетка. Да-да-да, вот. Вагонетка, которую... Вот и верстак. Ну-ка, посмотрим. Остались улучшения, нет? Да, улучшения осталось, и это прекрасно. Раз осталось улучшения, сейчас посмотрим. Там сзади была какая-то ещё дверь, и потом сядем в вагонетку. Лута вроде никакого не валяется. А, дверь закрыта, можно не пытаться. Хорошо. Тогда поехали. Никого? Никого. Задание выполнено. Глава 1 прибытия завершено. Это только была первая глава, которую мы завершили. Интересно, сколько тут всего. Посмотрим. А, сохранить? Ну, давай. Ты, может, Айзек, к окну повернёшься? О-о-о, это же мои ребята, мои друзья, которые эти, колбасёры. У нас первый... Вон ещё, летающая личинка, точно. У нас первый серий... Во, кстати. Тише. Всё в порядке, Макой. Он тут? Бояться теперь ничего. Я знала, что ты придёшь. Как я обещала. Мать твою. Я... Я сохранила это для тебя. Я тебе... Лищинка, уйди, пожалуйста. У нас тут, это бы, это самая эмоциональная сцена. Кинодист модуль. Поднять. Воу! Меня реально прёс багов этой игры. Я просто таращусь. Дааа, вот он, Пати Хард. У нас же в первой серии был этот самый... Друг-вертолёт. А теперь вот ещё четыре личинки. Опять в магазин, не хочу. Она мне сказала, использовать стазис-пистолет, чтобы двигать предметы. Я срочно нажал кнопку пропустить, и поэтому не знаю, как им пользоваться. Ну, сейчас будем выяснять. А, вот оно как. На, надо нажать. Хорошо. Да, ну, уйди ты от меня, пожалуйста. Ну, мясо кусок. Вот, хорошо. Забирайте архивы, чтобы добавить много предметы к удачу. Даже так? Давайте берём. Огнемёт. Бляха, муха. Эти личинки, они запросто могли бы сейчас зашвырнуть мой огнемёт куда-нибудь туда, где я бы его не достал. Мы хотели потестить новое оружие. Правильно, правильно. Давай-ка мы его выберем. И дождёмся. Альфек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что было рядом. Не могу поверить, что потерял её. Вот ты лошара. Но сдаваться рано. Не мог за девку уследить. Бесполезен, дядька. Здесь только ты. Не мог реально термитная бомба. Всего лишь над одной девахой ему доверили. В контроле. И то он не смог её защитить. Ничего с ней сделать. Ну-ка дай сюда. А, жизнеобеспечение. И какой-то нерадужный тёмный экран. Вместо показателя. А здесь у нас... Ага. И сохранялого. Кто-то где-то уже орёт. Ну-ка, если я этих пну. Во! Полетели! Вперёд, мужики, взлетаем! Вот, красавцы. Магазин. Ну, магазин пока не надо. Мы всё потратили. Диагностическое крыло. Ага, мне налево. Вот. И даже знать не хочу, кто издаёт эти звуки. Больницы в хоррорах. Это даже хуже, чем туалеты. Потому что там в больницах, в лабораториях всегда происходит даже ещё... Ещё больше пиздец. У каждого оружия есть альтернативные желтые пыль. Альтернативный режим, правая кнопка мыши, пробел. Так, ну... Это гравитация какая-нибудь? А, нет, это типа лазерная бомба. Взлетай! Взлетай, говорю, эй! Да это, Айзек, отпусти его! Отпусти, не надо его с собой брать! Пускай лежит на его, нахрен. Наука? Спрашивает тётка с плаката. Возможно, что и наука. Довела вас до этого. Там никого? Слушай, лежи, не дёргайся, пожалуйста. Блях, муха. Зарядка стадиса. Дай сюда. Замечательно. Стадис зарядили. Ага. Хорошо. Главная лаборатория проявит здесь на отсутствие загрязняющих элементов. Ты чё, я чистейший. Блин, странная такая игра. Она то пипец какая тёмная, то пипец какая яркая. Очень резкий контраст. Очень резкий контраст. Ага. Обойдусь. Кто это сказал? Обнаружена опасная аномалия. Активированный режим картины. Да ну... Я только порадовался, что здесь светло и хорошо. Ага. Так стреляй! Тихо, 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 тихо. Нет, спокойно, успокоились. Выпусти меня. Ай! Блядь, ну правильно. Я кинул гранату и сам к ней радостно побежал. Молодец? Конечно, молодец. Отъехал. Следующий! Воу-воу-воу-воу-воу! Не так резко! Вот вы не топори. Так, аптечку мне срочно. Зачет. Лазерный магазин. Че-то меня не воткнула эта пушка, либо я просто не понял ее сути. Вторая эта атака хороша, конечно, ауешная эта, взрывающаяся, но... Она готовится полчаса. На кой черт она мне нужна? Я терпеть не могу оружие, которое действует с задержкой. Туда я, по-моему, никак пока что проникнуть не могу. Поэтому пойдем туда. Так, а это че лежит? Боезапас. Сейчас попробую еще раз пальнуть с этой пушки. Ну-ка, погоди. Да нет, нормально должен. И каждый раз перезарядка, да? Да. Оставлю я ее для босса. Она мощная, но редко стреляющая и часто перезаряжающаяся. Это не здорово. Грузовой лифт, поехали. Где же вроде как есть боссы? Правда, пока что мы уже вторая серия получается, ни одного не встретили. Там манекен стоит? Да, манекен. Лаборатория, посторонний вход воспрещен. Вот это система защиты истеричка, а? Обнаружено, говорит, загрязнение. А то, что здесь два десятка этих инопланетян ползало. Все в кровавые, в грязище, в непоймечем, в дерьмев всяком. Так это ей пофигу. Ползают и ползают. А языка она грязью обозвала. Вон там в окне еще один. Тихо, тихо, ребята. По одному. Найф. Бляха, у него ноги бронированные. Следующий. Карантин снят. Да ты че? Собака. Плазменная энергия, хорошо. Сохранялочку бы мне найти. Че-то в самом начале игры эти сохранялки реально были везде, куда ни плюнь. А сейчас все реже, и реже, и реже. Бога ради, что там происходит? Жупа космическая. Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но я. Обелиск – великая святыня. И вы, вы это знаете. Пути, Господни, неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезней ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Ну, все как обычно, и, в общем-то, из этого коротенького, этой короткой записи, такой, сразу становится все понятно. Полетели люди, а, построили люди космический корабль. Полетели люди на этом корабле на непонятную планету. Стоит с нами батарея, рюкзак полен, полон. Нашли там непонятный артефакт, потыркали его своими пальцами, забыли помыть руки, заразились, сошли с ума, трансформировались и перехерачили друг друга. Типичные космические исследователи. Мне куда вообще? Мне куда-то назад. Точно назад? Нет, мне сюда. Главное, говорят, на планете был этот Апелис, Абелиск, да, там какая-то трансформация, люди убивают друг друга. Давай-ка притянем эту хрень себе на корабль и изучим ее повнимательнее. Конечно, давай, че нет-то? Техника безопасности уровней боги. Короче, я дошел до скоронялки, ребят. Давайте будем продолжать следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин